Трагедия случилась накануне на одном из пляжей в Эмеретинке. Двое молодых людей, 19 и 22 лет, катались на гидроцикле и врезались в трос, натянутый между катерами. Лодки находились на якорной стоянке. Мужчины погибли на месте. О причинах трагедии говорили сегодня и на планерном совещании в администрации города. Анатолий Пахомов отметил, в первую очередь, ответственность за гибель людей должен понести владелец гидроцикла. На гидроциклах человек может только тогда принимать участие, когда у него есть водительское удостоверение. Было водительское удостоверение? Да не было. Ну что тут проверять? Они говорят, есть. Они должны его показать, как и паспорт показать. Ни одно, ни другое там сделано не было. Разрешение на прокат гидроцикла в море выдает Кубанское водное бассейновое управление. Но такого договора, рассказали на планерке, у владельца не оказалось. Место, на котором был предоставлен гидроцикл, в отношении этого места отсутствует договор водопользования, что является прямым нарушением законодательства водного кодекса Российской Федерации. Таким образом, этот гидроцикл был предоставлен для проката незаконно. Мы будем доказывать, что данная акватория используется не по ее целевому назначению. В таком случае будут расторгаться договора водопользования. Вопросы у главы Сочи были и ГИМС. Это госинспекция по контролю за маломирными судами. Служба ведет круглосуточный мониторинг на воде весь курортный сезон. Инспекторы проверяют документы на плавсредства и обязаны остановить лодку или катер с явным перевесом. Что касается гидроцикла, со стороны видно не было, нарушал он что-либо или нет. Случившаяся это трагическая случайность, говорят инспекторы. Данные лица находились в зоне, разрешенной для нахождения движения маломерных средств. Находились они в спасательных жилетах. Но, к сожалению, по своей собственной неосторожности, не оценив ситуацию, как бы это требовалось, они попытались пройти между двух маломерных средств, которые находились на якорной стоянке. Соответственно, не заметив угрозу. ГИМС контролирует ситуацию на воде, администрация и полиция на суше. Наличие договоров водопользования должны проверять правоохранители. Что привело к трагедии, теперь будут выяснять следователи. Тем не менее, Анатолий Пахомов поручил усилить контроль за пляжами. Затронули на совещании вопрос качества морской воды. Накануне в СМИ растиражировали высказывание звезды уральских пельменей Сергея Исаева, который находился на отдыхе в Сочи. Темное после дождей море в своем аккаунте в Инстаграм он назвал коричневой жижей, где купаются люди. Видимо, намекая на сомнительное качество воды. Между тем, в Роспотребнадзоре отмечают, что ведомство совместно с арендаторами пляжей в 42 точках вдоль побережья с начала года взяло порядка 3000 проб. И все они соответствуют нормам. Вся вода в зонах купания отвечает всем гигиеническим требованиям. Купаться можно на всех пляжах города Сочи. Ограничений нет. То, что после дождей интенсивных бывает загрязнение воды в части помутнения. Это связано с выносом реками нашего города взвешенных частиц. Также на планерном совещании сегодня представили нового начальника управления по организации похоронного дела. Им стал Александр Белов. В последние годы он курировал эти вопросы в Адлере. Анатолий Пахомов дал новому руководителю испытательный срок и напомнил уже всем чиновникам об их роли в мэрии. Если будет жестко и четко у каждого понимание того, я чиновник, нахожусь на муниципальной службе, и я должен служить только закону и только муниципалитету, то есть людям своим. Если кто-то пришел заниматься коммерцией, то, наверное, лучше сам уходи, потому что либо увезут. Анатолий Пахомов в рамках программы «Противодействие коррупции» поручил проверить все муниципальные предприятия. Также на планерке озвучили итоги конкурса по подготовке к курортному сезону. Он провозился среди четырех районов. Лучшим стал центральный. Глава района получил кубок и один миллион рублей, который будет потрачен на благоустройство центра Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.